Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Диалог с уладой. Про первоотворение у Костюковцы шла размова на сустрече керавництва района и мясцового насельництва. Сбожжа на элеваторы. Гомельская область выканала держзаказ на 90%. Парад першоклассников и свята национальных культур. День города будут цветковать у субботу у хойниках. Одно жице, одно каханне. У Мазыры означали бриллиантовый юбилей веселля. А зараз об гэтым и іншым больше подрабязна. У микрорайоне Костюковка, чигунышного района города Гомель, отбылась сустреча мясцового насельництва и уладов. На прадку дня первоотворения, яке уже отбылся и еще будут протягиваться на территории, што относно недавно увайшла у городскую мяжу. Сустреча ладзилася у формате открытого диалогу. Размову с насельництвом вели керавник администрации чигунышного района Гомеля Виталь Уткин и депутат палаты представников национального схода Иван Корж. И они огучили то, что уже сделано и рассказали про ближайшие планы. Так, с момента включения микрорайона Костюковка у городскую мяжу Гомеля тут менянились не только назвы улиц. Проведена работа по доброупорадковании зеленых зон и дворовых территорий. Зараз головные силы и финансы сконцентрованы на вращении пытанья по обержалезвенне воды. До конца года будя прокладены новые водопроводы, побудована помповая станция с двума резервуарами. Это позволит забеспечивать насельництво Костюковке больше якосной пятной водой. Так само в планах по величине колькости гандлевых объектов, рамонты доброупорадкований в улиц, спроба обновления мясового озера и шарах инших пероутворениях. Это вопрос социального характера, который решается. Это и дворовые территории, это и школы сегодня наводятся в порядок. 1 сентября уже все сдали акты приемки. Также и паспорта к зимней готовности, они все приняты 100%. На сентября планируется у нас еще около трех улиц, которые мы должны провести покрытие. И, наверное, еще одна или две дворовые территории, которые мы ямочные ремонты закроем. По поручению Петра Алексеевича, мэра нашего города, мы закроем тематику дворовых территорий. Держзаказ по поставках сбожжа в регионе выконаны на 90%. Усяго господарки поставили больше як 90 тысяч тонн. Отгружена улик держзаказу 30 тысяч тонн харчовой пшаницы. Хлебоприемные пункты и элеваторы приняли 42 тысяч тонн житнего сбожжа и около 20 тысяч тонн инших культур. Целком справились с держзаказом господарки шести районов. Причем Добружский перевысил план на четверть, Лоевский на 13%. Сегодня свое профессийное свято означают работники державной статистики. В этот день, в 1920 году, военно-революционный комитет Беларуси принял постанову об створении Центрального статистического бюро. В 1994 году оно было перетворено в Министерство статистики и анализу. Зараз систему органов державной статистики складают национальные статкомитеты и территориальные органы. Их специалисты зараз рихтуются до перепису насельництва, який запланованы на 2019 год. Яходного введениям станет полная отмова от паперовых носьбитов и выкористание планшетных компьютеров. Новые технологии протестируют подчас пробного перепису у молодежни на початку кастричника. З'явятся и новые питания. Например, переписчики у першиню поцикавятся хатни и господаркой, площами по цель газ-культуры и наявностью живелы на приватных подворках. Гомельский чегуночный вокзал стал призером республиканского конкурса по санитарным станам и доброупорадкованным. По выниках работы за 2016 год установа отримала другое место Украине. Лепшим признаны Бресский вокзал. История пассажирского вокзала станции Гомель распочалась в 1873 году, когда был открытый рук тягников на участку Бабруйск-Гомель. Заходы своего иснования он троечки подвергался разбурением. Сене это сучасный технично-обсталеванный комплекс для обслуговывания пассажиров тягников далекого и пригородного поведомления. У минулого года чегуночники озеленели территории, обновили информационные стенды и провели ремонтные работы. Колькость пассажиров по станции Гомель по региональным, межрегиональным и международным видах поведомлений у минулого года склала маль 3,5 миллиона человек. У субботу 26-го жни уняхонники означать 505 годзе. Распочнутся святочные мероприемства у амфитеатры городского парка ушанованием левших работников розных галин. Далее у программе парад першоклассников, коляста хлопчиков и девчонок, які селят у першини, усядуть за школьные парты, разом со своими будущими наставниками пройдуть по амфитеатры и поднесуть глядачам музычный подарунок. У Харатским парку разгорнется свято национальных культур, на яким будуть проставлены побыт, кухня, мостатства розных народов. Побывать на подворках рыболова и охородника, доведаться про цикавые моменты життя селян, можно будя на колоритной сельской улице. Для аматра у акты у нагаладу життя организаторы подрыхтовали спортивно-забавляльные спаборництвы. Кульминацией урочистостя устануть выкананние гимна города и фейерверк. Адразу пасля яго молодь района запустить у неба больше, як 100 пунцовых шароу. 60 годов и усе бриллиантовые. Юбилей вя селле означала семья Валентины и Анатолия Братусь с Мазырам. С акрэтами семейного счастья и добробыту молодые поделились с корреспондентами телеканала Мазыр. 60 годов разом. А в святочной дате у квартиры Валентины Александровны и Анатолия Миколаевича нагадывают поветерные шары, плакаты и букеты кветок. Сын Яуен и дачка Татьяна перетворили звычайную залу у квартиры у саправдную залу урочистостя. Тысячи теплых слов, верши у их гонор, а отказ, слезы счастья. Для бриллиантовых молодых урочистость стала саправдным сюрпризом. Валентина Александровна и Анатолий Миколаевич кажут, что 60 годов тому их веселье было значительно больше степлым. Он был военный. Приехал по распределению в Ярославскую область, в Арсенал. И мы там познакомились. В то время ни машин, ничего. Мы с ним пешком вдвоем пошли в ЗАГС. Сильпо. Сильпо. Сильпо, да. Сильпо. Расписались. Свадьбы у нас не было. Мы сразу сели, поехали на его родину, в Украину. Йон усюжитен на военной службе. И она працавала у дитячем садку. Дятей выховывали уласным прикладом. Держка Татьяна – заслуженный педагог России. Сын Яуен – подполковник российской армии. Были разом и у хоры, и у радости. Перодоливали тяжкости и николи не пошкодовали об своим халлоуным выборах в жите. Мы очень любили друг друга. Это раз. Это была моя мечта – выйти за военного. Вот он был вот такой красавец. В то время я была самая счастливая на всем свете. Мы прожили в любви, уважении. И дай Бог, чтобы эти наши дети так же прожили, как прожили мы эти годы. Яны зауседы были половинками одного целого. И навыд после того, как Анатоль Миколаевич захворыл, Валентина Александровна с днях вот и выходит с дома одна. Заменник мы, заявившийся у их лексиконе 60 годов тому, замацавауся у им на зауседы. Мы ни одного дня, ни одного часа не были в Росте. В отпуск мы вместе. Где вы, магазин, мы вместе. Нас вот здесь. Почему это вы сегодня одни? Нас уже знают только вместе. Мы никогда не ходим по одному. Анатолию Миколаевичу казать тяжко. За его говорить слезы. И он гладит свою валюшу по плечи и не перестает дяковать за счастливо прожитые годы. Потому что мы живем на уважении, доверии и любви. Лидия Поттер, Вячеслав Прописнов, телеканал Мазыр, специально для телерадио компании Гомель. Подарунки от БРСМ як стимул давыдатной в учобы. У Гомеле на початку нового научального года пройдет акция «Першая десятка». Дауделу запрашаются школьники в возрасте от 14-ти годов, яке з'являются членами БРСМ. Им необходимо на протягу 1-го ты дня вересня отримать 10 подным со школьных предметов. Акция пройдет во всех районах города. И опошнее поведомление. Об развитии кинематографа и киноиндустрии сегодня поезда говорка у программы «Добрый вечер, Гомель». Эксперты программы откажутся на пытанні, что сегодня ожидают глядеть «Гомельчане», и какое место у репертуары кинотеатров займае белорусское кино. Як заусёды, глядачы могут долучиться до размовы у промым эфиры. Нумер телефона у студии 342-243. Глядите программу у 2040 на телеканале «Беларусь-4». Гэты, а так сама іншая новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далей у эфиры «Спортывный агляд» з новинами спорту познайомить мой коллега Михаил Садоўске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова